На дворе кризис, за окном, зараза, Россия в изоляции, думающие люди опасаются голодных бунтов, но есть среди нас и особо одаренные, у которых свое восприятие действительности, ну реально смешные глупыши, сейчас объясню. Вот такую листовку зрители прислали, появилась онная макулатура в ряде городов и версий. Итак, пятая колонна в российской власти по указке США будет продлевать карантин бесконечно. Сначала вы не сможете платить по кредитам, потом продадите автомобиль, затем будете экономить на еде, и так будет продолжаться до тех пор, пока бред Навального, Семина, Платошкина, Зюганова и прочих врагов России окончательно не покинет его. Ваши дурные головы. Выход из текущей ситуации один. Общероссийское голосование за поправки в Конституцию, о которых говорит НОТ уже 8 лет, ну и так далее. Нет, я догадывался, что в России слабоумных лет на 100 припасено. Похоже, ошибался на все 150. Ну и тезисно давайте попытаемся эту чушь разобрать. Во-первых, я, например, не знал, что Навальный, Семин и Платошкин являются представителями российской власти. Видимо, что-то пропустил. Может, того же Навального уже президентом выбрали, или депутатом, или мэром Москвы назначили. Вы ничего об этом не слышали? Во-вторых, для меня действительно стало откровением, что в запертито мы сегодня сидим по распоряжению вот этих граждан. Это они, оказывается. Объявили сперва нерабочую неделю. Затем и нерабочий месяц. Сейчас подозреваю, какая-нибудь Соболь или какой-нибудь Зюганов обратятся к нации в эфире Первого канала. До лета нас заставят по норам ныкаться. Ну и да, тут прям поаплодировать. Хочется, ребята из НОДа придумали, наконец, как этот долбанный коронавирус победить, а за одну цену нефти вернуть в зад до 70 долларов за бочку. Нужно просто по поправкам в Конституцию проголосовать. Все! Вирус тут же самоликвидируется, экономика расцветет. Ёшкин кот! Что у этих людей в головах, кстати? А вот эта вот листовочка, она ведь денег стоит. Ее кто-то изготовил. Затем был напечатан определенный тираж. Затем какие-то люди ходили, эти листовки расклеивали. А откуда деньги-то у того НОДа? Их этого Головнюка Федорова именно из бюджета. То есть это ваши деньги, господа. Ну и кто тут враг государства-то? В то время, как огромному числу людей поесть купить не на что, эти шуты гороховые разбазаривают налоги россиян непонятно на что. Сумасшедших мы еще только в кризис не подкармливали. Начинаем! Еще одна категория из разряда с приветом – это люди, которые называют себя сильно верующими. Нет, я сам человек православный. Но давайте начнем с того, что я не кричу об этом на каждом углу. Вообще считаю, что вера – это что-то интимное, и кичиться он им как минимум странно. У многих из нас, например, есть любимая женщина или любимый мужчина. Мы же не рассказываем каждому встречному-поперечному о том, как и в каких позах мы любим этих людей. Кстати, у самих священников есть такое понятие, как таинство. Таинство крещения, таинство исповеди, таинство брака. Оно потому и называется таинством, что не для посторонних глаз и ушей. Однако, когда я смотрю на этих граждан, это уже даже за гранью. Они как и держимые. Вот, пожалуйста. В минувшие выходные случился один из самых главных православных праздников – Пасха. И это прекрасно. Хорошо, что верующие даже в такие сложные времена помнят о светлом празднике. Отмечают его, просто попросили – воздержитесь в этом году от походов в храмы. Это небезопасно для вашего здоровья, потому что массовое скопление людей чревато тем, что прихожане рискуют перезаражать друг друга. Патриарх выступил с данной просьбой. Нет, народ все равно поволокся на службу. Как будто вот, если бы человек дома молитву о здравии Господа прочитал, Господь бы от него отвернулся. Вот вам кадры из Перми. Хочется спросить, а мы зачем по домам-то сидим больше месяца изолированные? От нечего делать, что ли? Или чтобы сейчас вот эти вот прекрасные верующие сходили в храмы, подцепили там заразу, растащили ее по соседям? И где, кстати, стражи порядка в это время были? Они вон как лихо прохожих на улицах бомбят, уже даже у подъездов граждан винтят, административные штрафы выписывают, и весь рунет забит любительскими съемками. Что вы делаете? Мы просто на доме стояли. Мы пробитаны здесь. Что вы делаете? Тогда простите, но я не вижу никакого смысла в изоляции. Тут либо все живут по установленным правилам, либо никто. Вирусу все равно, верующий ты или нет, священник, чиновник или слесарь. Нельзя быть немножечко беременным. Это реальная журналистика Мордор. Взгляд изнутри. Тема сегодняшнего выпуска. Поехали. Чиновники тоже по-прежнему живут в каком-то своем мерке. Вне кризиса и пандемии на днях стало известно, что Минфин России закупает предметы интернета для VIP-санатория в Крыму. Согласно заявке, размещенной на сайте госзакупок, приобрести планируется несколько десятков картин. Горшки, кашпо, клумбы, ковры и полотенцедержатели, а еще 28 мини-баров. Электрокамин в общей сложности почти на 15 миллионов рублей. Изюминка данной сметы. 32 туалетных ёршика по цене, внимание, 5000 за штуку. Господа, это дурной сон какой-то. 5000 за ёршик для унитаза. В нынешней-то ситуации. В условиях жесточайшей экономии, когда Путин призывает губернаторов, цитирую, дорожить каждым рублем. Ну просто обалдеть, какая нужная покупка. Полагаю, вы понимаете, насколько высока ваша, ваша личная ответственность, чтобы выделенные средства сработали максимально эффективно. Кстати, о губернаторах. В Ленинградскую область предлагаю переместиться, где глава региона Дрозденко уже поспешил исполнить просьбу президента об экономии. Знаете как? А чиновники там для себя иномарки закупают. Причем не абы какие, а представительского класса. Историю этого раскопали ребята из штаба Навального. Там же на сайте госзакупок волонтеры нашли 13 контрактов, общей стоимостью почти в 20 миллионов. И это на фоне того, что буквально на днях господин Дрозденко жаловался главному на катастрофическую нехватку масок в регионе, на отсутствие нужного количества аппаратов искусственной вентиляции легких. А его коллега Беглов, это глава СПБ, огорошил Минздрав, мол, лекарств на питерских складах максимум на две недели хватит. И это, ребята, я только по верхам собираю информацию, потому что отследить все бестолковые траты чинуш в масштабах страны физически невозможно. 85 регионов у нас. Муниципальных образований вообще тысячи. И в каждом тема чиновников, которые вот так вот. 15 миллионов на туалетные ёршики, 20 на машины представительского класса, на СМИ, на наглядную агитацию, на плитку и на бордюры, на концтовары, которые вообще никто не считает. Миллиарды ежедневно разлетаются в никуда, и все это с нашего молчаливого согласия. А для нас зато слуги-то наши че придумали? Ну, как на самом деле с голоду сейчас не сдохнуть? Уникальный вид заработка. Переболевшие коронавирусом идите сдавайте кровь для создания вакцины. 5 тысяч за 600 миллилитров? Прям как за ёршик, а? Сергей Собянин такое распоряжение на медне подписал. А думаю, что и в других регионах идея получит поддержку. Но больше всего, конечно, радует верховная власть, которая прям настолько озадачена нашими проблемами, что все четыре кризисные недели там усиленно думали, что делать с парадом победы? Как же мы сможем пережить этот год, если в восьмой раз подряд не пронесем по улице портрет деда на палке или в двадцать какой-то, не увидим, как железки на колесах пересекают главные площади наших городов? Святой для всех нас, святой для президента. Конечно, президенту наверняка было непросто принимать такое решение, но он достаточно последователен. Для него, еще раз повторяю, приоритетом является здоровье людей. Но мы все равно все будем отметить. Ага, забыл только господин Песков сообщить, в какую цену нам с вами этот подарок обойдется. Хотя я уже говорил и не раз, пиар мощная штука. На мифах, как правило, любой режим держится, особенно авторитарный. Да и другой позитивной повестки у наших правителей сегодня нет. Ну, не про очередной же обвал цены на нефть этим ребятам рассказывать. Впервые в истории американская WTI обвалилась на 300 с лишним процентов и достигла отрицательных значений. В какой-то момент контракты на поставку в мае торговались по минус 40 долларов за баррель. А еще, сдается мне, что по итогам вот этих всех событий у нас даже бедных почти не останется. В нищету проваримся беспросветную. Об этом, да, Песков станет рассказывать. Все, это была реальная журналистика, сегодня вот так. Ссылка на YouTube-страничку сверху, заходите, подписывайтесь. В соцсетях тоже жду, в друзья добавляйте, с темы предлагайте. Под ними мы обсудим, а я за всем спешу откланяться. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok